Всем добрый вечер. Мы рады видеть вас, как участников нашей второй всероссийской акции «Ночь кино». Мы рады, что Пушкинский музей присоединился к празднованию этой акции. И сегодня я бы хотела с большим удовольствием представить Адисса Гаджиева, художника-постановщика, и Всеволода Коршунова, историка кино. Адисса Всеволода также являются кураторами курсов Московской школы кино. О каких расскажут сами? Ну, Адисс возглавляет курс «Художественная постановка», а я куратор курсов «История кино», «Современное кино» — это интенсивные курсы, и годовые программы «Практическая кинокритика», которые мы запускаем в этом году. Начнем с Адиса. Адисс, вам слово. Добрый вечер. Мы как бы продолжаем. Начатый нами цикл год назад с Всеволодом у нас была замечательная лекция, посвященная Караваджи и влиянию Караваджи на кинематограф. И, должен сказать, у нас особый и подход, так как все-таки мы преподаем в школе кино, но в то же время я являюсь художником, и находясь в залах Пушкинского музея имени Пушкина, мы всегда исследуем взаимосвязь изобразительного искусства и кинематографа, что лично для меня интересно, что мы пытаемся сделать в своих программах обязательно, потому что наши программы все перекрестные. И, как я определил в цикле своих лекций, который проходил в МОМА, я говорил, что кинематограф является зеркалом живописи. Безусловно, все явления, все течения, которые возникали в изобразительном искусстве, вообще в искусстве, рано или поздно были отображены в кинематографе, нашли свое развитие, какие-то более-менее были явными, какие-то быстро завершились, но, тем не менее, отражение их было. И в итоге, когда мы пришли к сегодняшней лекции, мы подумали, а почему бы нам не поговорить о модернизме в искусстве и кинематографе, и взаимосвязи. И понятно, что модернизм, как бы модернити и модерн, как его определяли, истекает, вернее, объединяет ряд, большое количество течений и направлений, которых сейчас я кастусь позже. Но до этого, я не случайно здесь остановился на работе Эдуарда Мане, сейчас мы про него, Эдуарда Мане, сейчас поговорим о ней. Модерн – это нечто современное. Соответственно, прежде чем найти отражение в изобразительном искусстве, все требования, тенденции модерна возникли в обществе. То есть возникла новая некая институция, возникла новая формация в обществе, которая нашла отражение в изобразительном искусстве и в искусстве вообще, а потом позже в кинематографе. То есть я отмечал, что интересно, обратите внимание, как я себе отметил, пять признаков современного общества. Общество, которое меняется и заставляет меняться людей и меняет искусство. Первый принцип, кстати, это все касается до сих пор нас, что рациональное отношение к жизни, а не такое, как у родителей. То есть новый взгляд, нетрадиционный, первое. Второе – высокая физическая и социальная активность людей. Опять-таки это все происходит на сегодняшний день. Приспособление к новому укладу жизни. То есть недавно была большая лекция моя. Города, и у Всеволода была эта же самая лекция. Я исследовал, что города потихонечку пожирают население и включают себя. Это и есть явление современного общества. Тенденция очень актуальная. Экономический рост после кризиса, что естественно для тех же самых городов, которые никогда в жизни не дадут умереть населению. И обязательно после любого кризиса будет подъем. И финально это высокий уровень гражданской и социальной ответственности, что мы наблюдаем бесконечно. Эти пять признаков отличают современное общество, модерновое общество. А кино, как определял Делюк, мы его дальше будем касаться, Луида Люк, это ожившая живопись. Поэтому я начал и свою тему. Почему я включил работу Эдуарда Мане? Да потому что, наверное, это работа, которая была представлена на выставке «Завтрак на траве». Притом не путать с Клодом Мане, они очень созвучны, эти две работы. Но эта именно работа ознаменовала, наверное, начало нового этапа в изобразительном искусстве, которое называлось в тот момент импрессионизмом, из которого, наверное, начался наш модерн. Кстати, модерн можно определить как эпохальное явление, то есть Средневековье, античность, Средневековье, классицизм, модерн и постмодерновое. А также модерн – это определяет определенное время в искусстве, это с 910 года по нынешнее время, пожалуй, но предтечей всего являлся импрессионизм и постимпрессионизм. Хотя в это модерновое, скажем так, течение были включены все векторы в изобразительном искусстве, которые были в постимпрессионизме, а именно это и сюрреализм, потому что постимпрессионизм – это не течение, у них не было единой платформы в изобразительном искусстве. Это множество-множество различных течений. Там был и дадаизм, и сюрреализм, и футуризм, огромное количество измом, и фавизм, и кубизм. Но так вот импрессионизм, затем постимпрессионизм с огромным включением направлений и являют то самое модернистское направление, модернистское течение. – Одну секунду, просто я хотел еще отозваться на то, что вообще термин модерн, модернизм, модернити – это очень такие часто употребляемые вещи. Наверное, вот я для себя так четко совершенно разграничиваю три этих вот очень похожих термина. Есть модерн, эпоха модерна, как эпоха действительно уже социально-экономическая. Это действительно вот то самое большое, такой большой модерн. Самый большой модерн фактически весь, вся первая половина века, да, и даже чуть подальше – это все эпоха модерна. Затем есть модернизм, как такая огромная ветка, гроздь направления искусства с самого начала 20-го столетия. И есть модерн, как Арнуво или Сецецион, совсем прямо маленький модерн, который, конечно, отразился в кино, особенно в нашем отечественном кино. Вспомните Евгения Бауэра и его, конечно же, фильмы фактически в стиле Арнуво. Вот поэтому здесь тоже важно здесь не запутаться в этих модернах и модернизмах, потому что их много, и они вот как такая матрешка, да, одна, средняя, то есть большая, средняя и поменьше. Это я просто отозвался на эту терминологическую путаницу, потому что здесь много сложностей. И есть еще представления разные, да, и есть много разных этих удвоений, утроений этого термина, просто здесь важно проговорить. Ну, вообще, по целому, это три точки модерна. Три точки модерна, и, значит, после Мане я хочу вам показать работу Густава Курбе, «Мастерская художника». Три картины мной отмечены, значит, это работа Мане, «Завтрак на траве», Густав Курбе, «Мастерская художника», и следом будет еще одна работа, которая отделяет это почти сто лет, это работа Жан-Луида Давида, «Клятва Горациев». Какая связь этих двух, ну, первая, как я сказал, ознаменовала начало модерна и начало импрессионизма, хотя их разделяет время, но модерн – это нечто новое, отрицающие каноны, каноны изобразительного искусства, каноны восприятия окружающей среды. И, в частности, работа Курбе, кстати, Курбе, его творчество предшествовало, опять-таки, появлению тех же самых импрессионистов. Вот какое интересное дело, там было много, там Барбизонская школа еще была, но обратите внимание, вот кусочек того изобразительного искусства, которое было, и в котором выросла новая тенденция. Вот она, история прошлая, которую отвергает Курбе, объявляет начало нового времени, и вот изобразительное искусство, новое, которое наступает, которое можно уловить во множестве полотен и Мане, и ряды других художников. И это 1855 год, но причем, вы можете сказать, а причем это Давида работа, клятва Гораций, в 1784 год? Да потому что до Французской революции уже осталось совсем чуть-чуть, а Французская революция очень серьезно повлияла на изобразительное искусство. И потом, что происходило в это время, то, что мы обсуждали, это период науколасицизма, это муше, это фрагонар, это мягкие женские линии. И вот вдруг возникает революция, и Давид объявляет вертикальный абсолютно мужской мир. Это революционная работа, которая послужила, мне кажется, сигналом, первым толчком всех изменений, которые в итоге, работой Курбе в мастерской художника, а позже и работой завтрак на траве Дуарда Мане, завершили то модернистское изменение, подприготовление к эпохе модерна. И как я отметил, что на творчество, на изобразительное искусство модерна серьезно повлияло французская революция, вот тут интересный факт. Это 1789 год, но первая работа в кинематографе, мне кажется, которая связана с именем Абелеганца, называется Наполеон Бонапарт, сейчас я передам слово, наверное, Всеволоду, была посвящена этой теме. Меня лично, как художника, она потрясла, потому что такое новшество, такое огромное количество новшеств и всяких новинок, приемов, которые употребил Абелеганц, доселе в кинематографии не было, и технических, и визуальных, и, мне кажется, ничего случайного не бывает. Великая французская революция, она предвосхитила появление нового искусства, а творчество Абелеганца и его работа Наполеон Бонапарт, которая посвящена этой же теме, продолжила это все в кинематографе. Вот, сейчас я, Севаст. Вообще, это очень интересно, действительно, я так думаю, в чем, я так не специалист по истории искусства, но я понимаю, что это классицизм, в чем революционность Давида. Очень здорово это показали. И главное, это действительно связь, с одной стороны, с революцией, то есть социальными изменениями, с другой стороны, с промышленной революцией, которая проходит в 18-19 веках, первая промышленная революция, вторая промышленная революция, которая проходит в второй половине 19-го века, начале 20-го. Это полностью меняется мир. Мир становится, и произведение искусства становится технически воспроизводимым. Это уже просто шаг к кинематографу. И мне хочется еще сказать, что ведь к модернизму кино пришло не сразу. Кино, как вы знаете, появляется в конце 19-го века. 28 декабря 1895 года в Париже проходит первый коммерческий сеанс «Братьев Люмьера» — это не первый фильм был показан, не первый сеанс произошел, но вот такая условная точка отсчета в истории кино. И первые два десятилетия в истории кино называются эпохой кинопримитивов или эпохой архаики. А в истории искусств архаик — это, простите, Древняя Греция перед классическим периодом, перед ранней классикой. Это коры и куросы, помните, если вы помните истории искусств, с загадочными полуулыбками. Архаика вон аж там, как далеко. А в кино архаика в конце 19-го, начале 20-го столетия. И за конец десятых и 20-е годы кино прошло весь путь истории искусства. То, что искусство проходило в течение тысячелетий, кино прошло за считанные годы. И от архаики пришло к модернизму. И в 20-х годах во второй уж половине точно, а уж в конце-то уж вообще без сомнений, встроилось в ряд действительно выдающихся авторов и произведений эпохи модернизма в кинематографе. И уж коль мы крутимся вокруг импрессионизма, тогда я вам сейчас покажу кусочек из одного очень важного фильма, который называется «Улыбающаяся мадам Бюде». Нужно, я думаю, «Эскейп», если можно нажать у вас, и тогда пойдет улыбающаяся мадам Бюде. Давайте попробуем переключить на экран на другой. Извините, можно на другой экран переключить? Спасибо. Это 23-й год. Уже, собственно, скандал в том, что перед нами режиссер-женщина, Жермена Дюлак. Женщина делает кино как режиссер. А ты сегодня, это уже, ну, даже еще сегодня, может быть, перед этим скандалом. А тогда ты вот еще можете представить себе, да, какой это был ужас для традиционного представления об искусстве. Я сделаю потише, просто постараюсь... Нет, не получается потише, но неважно. Попробую все-таки. Не мое кино, звук наложен позднее, поэтому здесь нам звук не так существенный. Если можете помочь мне убрать звук. Смотрите, что происходит. Дюлак очень... Дюлак очень озабочен не сюжетом. Сюжеты у французских импрессионистов в кино, у французских авангардистов в кино часто примитивные, а если их пересказывать, то вообще могут потом волосы стать дымом. Это очень странные сюжеты. Важен здесь не сюжет, важно изображение. И Дюлак вообще... Сейчас я позволю себе даже какие-то цитаты из нее. Но она говорит о том, что правда кинематограф состоит в том, чтобы сделать зримыми, неуловимые оттенки чувств. И даже она поддерживала мысль, что движение в кино может выражаться в своего рода неподвижности персонажа, в его движущихся и меняющихся ощущениях. Импрессионизм, который передает впечатление реальности, как это все впечатывается в нашу душу, как оно отражается в нашей душе. Здесь, собственно говоря, важна и реальность, а еще важнее реакция. Очень важно молчание этой героини. Актриса была возмущена и удивлена, когда говорила Джермена Дюлак. «Джермена, я не вполне понимаю, что вы это мне хотите. Я выражаю свои чувства». А вы говорите «не выражайте». «Я играю». Вы говорите «не играйте». Что происходит? Потом она поняла, что играет за или вместе с актрисой монтаж на полнение кадра, его композиция. Здесь очень важно, что героиня чувствует себя не в своей тарелке. Мир мещанский, провинциальный, бюргерский, ей противен. Она живет в мире, который ей противен, с постылом мужем, которого она ненавидит. И очень важно, что Дюлак изолирует ее от этого мира. Что происходит в этом кадре? Вот сейчас вы увидели, как муж героини видит, что ваза стоит буквально на краешке стола. Ну, понятное дело, он переставил ближе к центру, чтобы она не свалилась и не упала. Все же понятно. И вроде бы он сделал правильное решение. Но как на это отреагировала героиня, мадам Бюде? Она переставила вазу, к краешку стола. Почему это для нее важно? Потому что для всех это неустойчивое положение. Но вот при этом кашетированном положении кадра, да, это устойчивое положение. В ее мире это устойчивое положение. Она может казаться кому-то неустойчивой, странненькой, да, какой-то вот такой даже ку-ку, но в ее мире все в порядке. Понимаете? Это внутреннее состояние героя. Как она воспринимает этот мир. Здесь вот эта внутренняя правда жизни очень важна. И вот через эти предметы, через эту вазу знаменитую с цветами во всех учебниках по истории кино этот момент вот показано это. И мы дальше увидим, как героиня постоянно испытывает острые реакции, проживает острые реакции. Как ее муж неаккуратно ест суп. Как она реагирует, правда? На крупном плане это очень хорошо видно. Она остается одна. Мы видим здесь контрастность освещения. Она буквально гасит свет. Много контрастного света. Она буквально вот, значит, ищет этот баланс какой-то, да. И здесь Дюлак просто блокирует темнотой части кадра. Как будто бы защищает, что ли, героиню вот этого внешнего мира. Смотрите, да. Вот там был просто притушен свет. А здесь просто стоит шторка в левой части экрана. Не важно, что там. Не важно. Героиня создает свой хрупкий индивидуальный мир, который помогает ей выжить в этом внешнем мещанском мире. Видите, да. Здесь уже и справа у нас появилась блокировка темнотой. Вот это важно, что героиня, то есть мы с помощью изображения видим то, что происходит в душе героини. В этом смысле, если вы такие прям переброски, то следующим очень мощным шагом, к чему это приведет, будет Микеланджело Антониони и его кинематограф, который откажется вообще от сюжетного психологизма. И просто будет через изображение, через цвет, свет, строение кадра, через оранжевый дым труп, через серые фрукты на серой повозке, на серой улице с серым забором, я имею в виду фильм «Красная пустыня» Антониони, показывать то, что происходит в душе героини. И коль я захватил пространство экрана, я еще вам покажу маленький кусочек, маленький, обещаю, что маленький. Из фильма, который я очень люблю, это фильм «Верное сердце» Жанны Эпштейна. Еще один очень важный. Да, отлично. А потом я продолжу как раз на эту тему. Здесь важно, что Эпштейн замахивается на невозможную вещь в кино. Все вы знаете технику импрессионистского мазка. Если очень просто ее объяснять, то если вы близко подошли к полотну, там ничего не видно, потому что мазок так устроен. Чтобы увидеть картину целиком, нужно сделать 2-3 шага назад, а от картины отойти. Он пытается этот импрессионистский мазок в кадре передать с помощью дробного монтажа, с помощью отказа от общих планов, через фрагментацию реальности. Здесь буквально появятся какие-то вещи, да, кроме двойной экспозиции, когда соединяются разные изображения, странные ракурсы. Здесь у нас буквально закружится голова не столько от движения на этой карусели, сколько от этой фрагментации пространства, этой мазковости кадра. Сейчас буквально будет что-то, что заслонять будет изображение, мешать нам разглядеть. Само движение, смазка, да, вот этого пространства за спинами героев. Эти, значит, конфетти. И, кстати, здесь есть и легкость, и воздух. Это реально ощутимые вещи, что делали все импрессионисты и в кино, и в живописи. Ну, в целом понятно, что делает здесь Эпштейн. Я думаю, что можем мы остановиться. Я с удовольствием передаю слово Адису. Да, можно переключить сейчас на картинную часть. Сейчас мы... Просто можно еще смотреть кино. Вернусь к Жермен Дюлар, к верному сердцу. Я проводил сравнение ряда кадров, и мне показалось, что портретные кадры на фоне моря с двойной экспозицией, с отражением бликов морских, это практически подобно Ренуару. Полотно Ренуара, портрет Жанны Саммери. Еще одно слово. Есть у Жанны Жепштейна, о котором вы сегодня говорили, у которого, в верное сердце, есть фильм «Падение дома Ашеров», есть еще знаменитая картина Марселя Лербия «Эльдорадо», и они там использовали и вуалирование, просто вот когда вуаль дается перед кадром, и через какие-то ледышки снимали, вот чтобы этой дымки, этого сфумата какого-то достичь. Чего не было ранее, ни у кого. Да, это очень здорово. То есть они к каким-то техническим изобретениям приходили, это интересно, что именно вот Ренуаровский эффект создавался. Мне еще кажется, что вот все, вот коснулся темы, почему возник, мне кажется, вот эти несколько, два десятка или 15 лет существования кинематографа, детского периода кинематографа, он был тоскливый, если вы можете так назвать. Это три пути развития кинематографа, все это знают. Это Люмьеровский путь, документальный, назовем так, документально-художественный. Это Мельесовский путь, научно-популярный фантастикой, из чего выросла вся компьютерная графика в дальнейшем. И третий путь, это Гамон, это некий синтез первых двух. Это все было тоскливо. И первые 15 лет, вот это было равно архаике, что было в изобразительном искусстве. И назрела необходимость нового, интересного и художественного языка. Правильно я понимаю? То есть людям просто захотелось увидеть нечто новое. Этим было вызвано и появление нового языка на экране. Не только импрессионизма. Мои наблюдения привели к тому, что они практически параллельно все возникали. Кто-то проводил исследования в сюрреализме, кто-то проводил исследования, начал проводить уже исследования в экспрессионизме, кто-то стал проводить исследования в футуризме. Кстати, это все в прибыль. То есть назрела необходимость нового языка. Опять-таки, что это как не модернизм. Необходимость отвергнуть все старое, как говорили футуристы, и прийти к чему-то новому. Но, опять-таки, возвращаясь к верному сердцу, самый мой любимый фильм после Наполеона Бонапарта, Бриганцевского, где все-все-все было, все приемы были исследованы, найдены и применены. Мне кажется, «Верное сердце» самое ренуаровское, самое очень подобное Клоду Мане и большинству работ импрессионистов. Практически, что здесь открыто, «Восход», это работа практически «Храброе сердце». Там есть такие кадры. За счет вуали или тюли, как мы говорим, за счет дымки, за счет двойной экспозиции, не знаю, за счет чего они достигали этого. То есть неважно, содержание картины ровно это, интересовало импрессионистов, их сюжет не интересовал. Они говорили, что важнее всего живопись. Живопись – это краски и ничто другое. И самое важное – получить впечатление. Впечатление от воды, от морского бриза, от тумана, от моросящего дождя. А это самое главное. Вообще для кинематографиста, я вообще, чтобы вы понимали, не искусствовед, не киновед, я как бы практикующий художник, и меня в кино, и меня волнует, как можно перенести все, что было сделано в живописи, на экран. Меня волнуют приемы, и меня до сих пор интересует, как, черт возьми, импрессионистов, все это получалось, что ты смотришь, ни о чем не думаешь, а наслаждаешься проникающим сквозь листву, как в «Завтраке на траве» у Клода Мане, вот этого ощущения полянки в лесу, опушки в лесу. Как это сделано? То же самое интересовало Дюлак, которая пыталась сделать в своих работах. Тоже самое интересовало Пштейна, да? Луи де Люк, мы еще не назвали, мы цитировали его. Это люди, это... Один из главных импрессионистов. Я просто до слова скажу, что, извините, сын Огюста Ренуара, жанр Ренуара, жанр Ренуара, импрессионистов кино, с импрессионизма в кино. Прекрасный пример, да. Я всегда задаю этот вопрос, отличить одного от Ренуара от другого. Когда люди приходят ко мне на экзамены, я говорю, а в чем отличие-то? И это нормально, что один кинематографист перенял все у своего отца и прекрасно все перенес. Так вот, возвращаясь теперь к изобразительному искусству. Это первая работа, обратите внимание, год какой, да, 874 год, ознаменование, это приход уже модернизма в искусство, в изобразительное. Это первая выставка, их было всего 8, если я не путаю, выставок независимых. Обратите внимание, значит, что мне показалось, что это интересно, я выписал, что такое импрессионизм и определение советского искусствоведа, что импрессионизм, в первую очередь, достигший невиданной утонченности искусства наблюдения реальной действительности. Перевести, если на человеческий язык, я это люблю всегда делать, смотрю и не понимаю, все это проникает непосредственно куда-то в спинной мозг. Это воздействие на культурный код, на кодеки человека. То есть ни о чем не думаем. Притом, я опять-таки исследую тему импрессионизма, я коснулся импрессионизма в России, и импрессионизм в России был, но есть отличия. Импрессионизм в России, он был, мне кажется, обременен какими-то смыслами, мне так показалось, что отличает французский импрессионизм, который вот чистейшей воды, впечатление и все. К этому мы еще вернемся позже, но тут вот несколько работ важных для, обратите внимание, это Камиля Писаро, мы перечисляли сейчас режиссеров этого киноимпрессионизма, это художники импрессионизма, обратите внимание, сеслей и кинематографистов, и художников. Волновала природа. И это объясним, потому что от чего может у вас возникнуть впечатление? Конечно, от природы в первую очередь. Я не буду читать с экрана, но вот здесь они все перечислены, и Мане, и Клод Мане, и Эдуард Мане, и Гюстренуар, Дега. Вот работа Гарда Дегана скач. Представляете, какая воздушная работа, между прочим, да? Притом у Дега, все же помнят работу голубой танцовщицы Дега, знают здесь присутствующие или нет, Дега в конце своей жизни плохо видел, он практически ослеп. Почему он стал работать пастелью? Потому что пастель позволяет приблизить к себе полотно, ну, лист, и на листе с помощью пастели, цветных мелков поднять изображение. Мне кажется, наступил тот замечательный период, приблизилось его творчество к нему. То есть, мне кажется, он ясно ощущал, мне кажется, вкус пастели, аромат пастели. Может быть так. Но невероятно воздушные работы. А вот здесь я описывал, что послужило предтечей импрессионизма. Про лесную это мы должны все-таки быть в каком-то тайминге. Определение, видеть, чувствовать, выражать, Эдмон и Жульген, Нангура заявляли. Так, вот что интересно, что никакой, ну, бессмысленность, нарративность, бессюжетность, полное отсутствие смысла в изображении. Мы еще сегодня не упомянули еще и колесо. И еще важный для меня термин, мне кажется, он важен для любого кинематографиста, фотогения, который они все... Я переводил, опять-таки, на человеческий. Я люблю переводить сложные, что такое фотогения для меня. Как передать ощущение усталого человека? Вот я, любимый пример, я поднимаюсь по этой лестнице, на третьем пролете я уже устал. Соответственно, ну, скучно показать мой крупный план, пот на моем лице. если это прорезать и воткнуть кадры человека, занимающимся тяжелым трудом, поднимающий какой-то груз, напряжение мышц, то это ощущение непроизвольно возникнет у зрителя. Мне кажется, это так, если не так все поправят. Но это мое было исследование, потому что в колесе все очень просто. Там показана запутанная история любви отца, сына к подчеррице. Как показать эту запутанность? Это мое наблюдение. Вот я думаю, как я покажу запутанность в глаза бесконечно бегающие? Это уже экспрессионизм будет. Нет. Он замечательно показывает через наплывы, через двойную экспозицию показаны сходящиеся и расходящиеся рельсы. И хочешь ты не хочешь, это воздействие на кодек, ты думаешь, человеческий, на культурный код, он думает, что-то запутанно любой из нас скажет, пути человеческие расходятся, сходятся. Наверное, так. Про лестницу, это же фактически эффект Кулешова. Тоже, тоже модернистский, конечно, опыт, когда изображение, склеенное с другим изображением, очень сильное. Здесь нейтральное изображение, есть сильное изображение. Я напомню, это христианский эксперимент, нейтральное лицо Мазухина и, например, детский гробик. И второй кадр, он настолько силен эмоционально, что он как бы обволакивает предыдущий кадр и насыщает его эмоции своего кадра. То же самое и здесь. Относительно нейтральное изображение поднимающегося человека, оно получается как бы слабее, чем изображение этого пота, надруженных мышц. И эти надруженные мышцы как бы присваиваются этому более-менее нейтральному изображению. Это так ведь и есть. А вот то, что мы только что все наблюдали, когда вращалась карусель и люди на подвешенной воздухе, ощущение легкости. За счет чего возникает? Кто-то запомнил кадр, когда пролетели некие конфетти в кадре, пролетели лента? Это опять воздействие. Вы не понимаете, что такое, но вам легко от этого. Это, кстати, можно научить. Это мы делаем, между прочим, в наших программах. Это, в общем-то, прием. Это, если вы хотите, лайфхак, модным новым словом назовем, но это надо разобрать, понять. И мне кажется, импрессионизм в изобразительном искусстве, пролистав всех этих людей, дал изобразительному искусству впечатление, как передать дождь, как передать туман. Туманов существует множество. Бывает трагический туман, тревожный туман, романтический туман. У этого... И это художнику очень важно. Стоит чуть-чуть допустить ошибку, и все, зритель не поверит, или будет совсем другое впечатление. Соответственно, впечатление дали импрессионисты, а киноимпрессионисты через свою фотогению перенесли это впечатление на экран своими способами, и это революция для искусства была. Да? Вот это первый шажок нового искусства, которое наступило в 1874 году, и стало... Естественно, оно прошло в кинематограф, мне было тоже интересно, чуть-чуть, где в 95-м, потому что кино случилось в 95-м, поэтому все наши прекрасные течения стали проявляться только лишь в период 1900-1915 год. И еще одна причина есть, потому что мы сейчас перейдем к другим течениям. Что произошло? Во-первых, необходимость нового языка раз, а потом началась Первая мировая война. Первая мировая война унесла жизни, между прочим, двух замечательных экспрессионистов, и среди них был один известный, это Август Маке, и среди художников возникло ощущение тревоги, беспокойства, и вот вам пришел экспрессионизм, мне кажется. Мы можем продолжить экспрессионизм, а можем, мне кажется, вот сейчас мы продолжим экспрессионизм, и вот какая интересная вещь с экспрессионизмом. Я всегда начинаю экспрессионизм, все это работает, но тут что я отмечу, интересна дата этой работы, обратите внимание, 93-й, 909-й, да потому что этих работ существует великое множество, их три существует, не просто великое, а три работы. Одну из них украли, неизвестно какую, но для меня экспрессионизм, это, конечно же, мунг, недавно была прекрасная выставка здесь, на эту работу больше трех минут смотреть невозможно, потому что в ушах заложат, возникнет свист. Экспрессионизм, в отличие от импрессионизма, все очень просто, импрессионизм, я посмотрел, какой красивый свет проникает с плафона, с нашего, красиво, свежо, даже кондиционер, откуда-то, да, я это впечатление получил и пропускаю в себя, и это впечатление наполняется моими какими-то слоями ощущений, вот оно прошло, наполнилось, и дальше находит выплеск, вот это экспрессионизм, для экспрессионизма важнее себя всего, выразить себя, вся разница, экспрессионизм выражает себя, импрессионизм хватает впечатления, но экспрессионизм начался не с Мунка, это я всегда показываю, начался вот с прекрасного художника Винсента Ван Гога, который, конечно же, никогда в жизни себя не причислял никаким экспрессионистом, он и не знал этого слова и не дожил до этого прекрасного момента, но это есть экспрессионизм, экспрессионизм это еще чуть-чуть и вы сойдете с ума, вы ходите по тонкой грани, кстати, эти работы были сделаны из лечебницы для душевнобольных, вечерний Париж, небо над Парижем, вот это первый экспрессионист, который нисколько не думал, что он вот такой, работа 1887 года, экспрессионист вот тот самый Маке, который погиб в Первую мировую войну, экспрессионист Макс Пехштейн, это четыре работы, которые я как бы вставил в презентацию, чтобы подсказать, что было в экспрессионизме и как мы перешли в кино, а сейчас можно, наверное, перейти к кино с экспрессионизмом и забегая чуть-чуть вперед, я скажу, экспрессионизм случился тоже чуточку позже. Да, действительно, причем экспрессионизм в кино на самом деле это парадокс, да, в живописи импрессионизм, а потом уже экспрессионизм в кино наоборот, потому что главный шедевр экспрессионизма «Кабинет доктора Каллигари» был снят в 19-м году, появился в 20-м году, первые работы то есть все-таки импрессионизм связан с самым началом 20-х, 21-22-е годы, то есть здесь они поменялись местами. И понятно, что важно германское происхождение экспрессионизма в кино уж точно, потому что Первая мировая война, Германия платит чудовищную контрибуцию, в Германии комплекс национальной униженности и запрещено по конвенциям договорам, по Версальскому договору иметь авиацию и флот, ну и так далее, а чудовищная инфляция, буквально официальный термин гиперинфляция, когда цены на хлеб менялись просто по часам, утром стоили столько, а вечером это могло быть стоить в 2, в 5, в 10 раз дороже. И, конечно, этот вот экспрессионизм тесно связан с состоянием именно немецкой нации, с тем, что там происходит. Так, у меня, извините, потерялась немножко моя папочка, сейчас я ее снова найду. Так вот, мы посмотрим сейчас с вами не самый ранний образец экспрессионизма, мне не захотелось показывать «Кабинет доктора Каллигария», вот ту самую христиансийную картину Роберта Вина 20-го года, мне хотелось вам захотелось посмотреть более поздний фильм и, в общем, не самый часто вспоминаемый фильм Вина, если это не специалисты по немецкому кино, конечно же, фильм «Раскольников», когда Достоевский прочитывается через код экспрессионизма, это очень похоже по стилистике на «Кабинет доктора Каллигария», чтобы вы понимали, художники группы «Штурм» просто из экономии, буквально все подготовили для съемки в павильоне, буквально нарисовали тени и источники освещения, и это очень странно выглядит, там нет ни одного прямого угла, ровной стены, там буквально все заваливается, фонарь как будто растет вниз ногами, то есть верх ногами, и вот примерно то же самое в картине «Раскольников» маленький кусочек, пятиминутный, покажу вам сейчас. Вот те самые фонари знаменитые Роберта Вины, странные такие, и все очень призимистое, все нарисованное вот как раз здесь видно, тесно, персонажем в этом городе, правда, потолок ощутим. Это же все нарисовано. Это уже советские интертитры, гораздо более позднее, понятно, что они были на немецком языке в оригинале. Это момент, когда на Раскольникова наваливается чувство вины, виноват, 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 и он везде чувствует, ему везде мерещится, что все от фонаря до человека указывает ему на то, что ты убийца, ты убил старуху-процельщицу. А Достоевский, наверное, это экспрессионизм. Пожалуй, одно только произведение Достоевского, неэкспрессионизм, это «Белые ночи». Ну, ранний Достоевский, близкий к натуральной школе, конечно, ближе к реалистической компоненте, а, безусловно, мы имеем вполне знакомое право. Изображение легло на замечательную основу. Я хочу еще до галлюцинации вас довести, она очень яркая. Давайте посмотрим еще. Есть даже грим очень важный, грим совершенно ненастоящий, неестественный, персонажи не похожи на живых людей, они очень схематизированы. Утрированы. 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 И мне очень нравится вот это вот развлечение, которое проводит Адис, что импрессионизм это внешнее, вовнутрь, а экспрессионизм внутренне овнишняется. Буквально здесь все овнишняется. Это вот искаженное, деформированное восприятие главного героя. Какое прекрасное кошмаро, да? Иллюстрация кошмара. Прекрасная. Волшебная. Это мы сейчас коснемся работы «Дамы с веером», но мне кажется, тут есть все. И Жорж Брак, и Пикассо, и кубизм, кстати. Ну вот мы с Адисом уже заговорили о том, что в Каллигаре чувствуется влияние кубизма. Здесь, поскольку это тоже стилистика кабинета доктора Каллигаре, есть, конечно, тоже есть это кубистическое расслоение, аналитичность кубизма. Все кадры статичные, камера еще не движется, движение внутри кадра и очень такие неустойчивые композиции. Вот кажется, что сейчас все это упадет. Видите, гигантская тумуретка, которая больше кровати, чуть ли не в два раза. Видно, что это все... Здесь, ну, как бы нельзя это реалистично посмотреть, это ошибка большая, да? Это все нужно посмотреть через призму искаженного сознания. И в этом смысле кино в это самое время, тени там какие-то потрясающие. Пыталась догнать литературу. Литература в это время далеко уже убежала вперед. Джойс, Пруст уже вовсю занимались этим потоком сознания. Кино по-прежнему было рабом сюжета, рабом внешнего действия, внешнего экшена. А очень было важно, что экспрессионизм и все эти модернистские направления помогали освоить работу сознания, особенно экспрессионизм. Работа сознания на экране буквально протекает перед нами. И, собственно говоря, не случайно связь кабинета доктора Каллигари с островом проклятых Скорсезе. Кино современно очень активно с этим работает. Нолан тот же, Финчер и так далее. Эти все режиссеры. Линч, хотя Линч больше всего реалистичен, тем не менее, без экспрессионистического кода конечно это невозможно. Тот же самый мой любимый Дархам Синкс с клеткой. Для меня этот фильм состоит из двух течений. Из сериализма и экспрессионизма. И можно отличить. Я сейчас дам определение. Кстати, экспрессионизм заметительное поле деятельности для художников кино, для продакшн-дизайнеров. Самое благодатное, мне кажется, потому что такой простор фантазии, неуемной фантазии. Посмотрите, чтобы вы понимали, это же все декорации. Это все 2018 год, да? Нет, это позже. Это 23 уже. 23. Это после кабинета доктора Клигария была сделана картина. Посмотрите, 23 год, это почти что 100 лет назад. Не было мощности, кстати. Как они это делали, я ничего не понимаю. Посмотрите, какой волшебный грим, как доведено все. И двойная экспозиция, он пытается зарубить эту старуху еще раз, и не может, потому что она ее ведет. Это ведение, видите, как используются здесь многократные экспозиции, множественные, мультиэкспозиция. Это, конечно, очень сильный момент в фильме. Еще до слова только скажу, что экспрессионизм очень удобно было в кино работать в павильоне. Это о внешнении внутреннего павильоне нарисовать, создать гораздо удобнее, чем это, как импрессионистам, сделать на натуре. Кстати, я слышал такую байку о том, что одним из толчков к появлению импрессионизма послужило то, что появились краски в тюбиках. И можно было просто легко брать эту палитру на пленэр, и поэтому работать с пленэром. Но одно дело импрессионизм, да, это меняющаяся воздушная среда каждую секунду, это все фиксация, это понятно, но внутреннее, пойди выплесни с помощью натуры. И если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите картину «Носферату симфонии ужаса», один из первых фильмов ужасов, Фридриха Вильгельева Мурнау для экономии времени не показывают сейчас кусочек, но неважно, там это все сделано в реально существующем замке, в реально существующем интерьере и на натуре. Там потрясающе показан сказочный страшный лес. Это все сделано с помощью кинематографических средств, и это невероятно. Я бы добавил еще, что, мне кажется, импрессионизму в кинематографе свойственно открытое пространство. Это же еще, я всегда говорю, что наша работа метафизическая. Чтобы тебе было хорошо, как зритель, ты должен находиться на природе. Нам всем хорошо, мы всегда ездим отдыхать. К морю, на речку, к опушке леса, в горы хотя бы на худой конец. Вы любите пространство, вы любите воздух над головой. А что такое экспрессионизм? Помните, мы говорили про страдания, про мучения, которые приводят вспышки какой-то. А для этого вас надо закрыть это всюду. Для этого, мне кажется, вас надо изолировать, вам обязательно потолок должен давить. Вы вспомните, что вы испытываете, когда у вас болит голова. Никакого импрессионизма. Это исключительно экспрессионизм. Вам становится плохо, боль в висках, вам кажется, стенки заваливаются. Это прекрасно сделано. У нас вообще метафизическая работа. Притом мы это можем искусственно подчеркнуть, и зрителю будет нехорошо, будет не понимать, почему нормальные же изображения, но мне плохо. Да потому что исказили чуть-чуть перспективу. Да, экспрессионисты умышленно, серьезно коверкали перспективу. Да, экспрессионисты контрастно подписывали тени. Но это степень. Вот современный кинематограф, он не исповедует такие яркие стили отдельные, как экспрессионизм, импрессионизм. Современный кинематограф, он эксцентричен. И он несколько облегчил, мне кажется, эту экспрессию, превратил ее в некую реальность. И зритель вроде смотрит, все хорошо, все нормально, но чуть-чуть заваленные линии, да, возникает у тебя головная боль и беспокойство какое-то. Но Севолт показал замечательную работу Раскольников, которую, кстати, я не видел доселе и порадовался. Теперь обязательно исследую эту работу. Но Кабинет доктора Каллигари это харизматичный самый, да, классический пример. Наверное, недавно я разбирал Метрополис Ланговский и Фрица Ланга. И должен сказать, это было прямо серьезное исследование в рамках воздействия городов. И я вдруг понял, что опять-таки аж сто лет назад Ланг заложил такие философские смыслы, так это сумел с помощью экспрессионистских методов. Да, вот вам прием. Можно убрать звук, убрать звук, убрать. Я не знаю, какой там дальше, к лестнице мы придем. Да, вот он сейчас будет лестница буквально. А ничего, все, сейчас мы придем, я уже угадываю этот кусочек, когда он скажет Малоох. Вот, посмотрите, да, гениально, сто лет назад, притом много лет там, 90 лет спустя Мил Гибсон это сделал в апокалипсисе, когда на жертвенном месте, да, точно такая же композиция, понимаете? Это как вот тот самый кодек воздействия на сознание человека. Посмотрите, как работает механизм, как это, это жертвенник. То есть, это схема воздействия на сознание человека. Вообще, опять возвращаясь к метафизике, у нас опасные профессии, связанные с кинематографом, да, можно сделать так, что человек выйдет и не знаю, что сделает, или наоборот, я говорю, позвонит родителям. это побуждение к действию какое-то. Если мы говорим про кабинет доктора Каллигарии, наверное, несколько фильмов надо упомянуть и Носферату, который, уважаемый Севелд упомянул, и Фауст, да, надо упомянуть, и усталую смерть того же Ланга, безусловно. Много было фильмов, вообще, экспрессионизм, наверное, ярче всего проявился, потому что мы сейчас идем к следующему направлению, и мы коснемся футуризма, да, наверное, да, и когда мы придем к футуризму, мы поймем, что от футуризма остался только один фильм до наших дней дошел, это Таис Брагаллия, Антон Джулия Брагаллия, Брагаллия, да? Брагаллия, Брагаллия. И, ну, хорошо, сохранился, там можно понять принцип экспрессионизма на экране, но так вот экспрессионизм богато оставил нам богатое наследие, мы это можем исследовать, мы это можем использовать в своих красных интересах, во всяком случае, художники кино и художники по гриму, художники-постановщики, и художники по костюму, это просто кладезь приемов, которые можно взять на вооружение. Я люблю экспрессионизм больше всего еще, может быть, так, может быть, это связано с тесной связью экспрессионизма в кино и в живописи, наверное, мне кажется, теснее всего. Я могу, как практик, проследить связь изобразительную между полотном и экраном, потому что в футуризме она чуть меньше, в экспрессионизме она, наверное, такая же, а вот в футуризме будет чуть меньше. И вот как и хотелось, наверное, сейчас, наверное, можно переключить опять на мою презентацию, и мы придем к футуристам. что произошло, мне кажется, с футуристами, опять-таки, это мое мнение. Все футуристы были итальянские коммунисты. Это гениально. Мне кажется, коммунистические идеи, анархические идеи, социал-демократические идеи, национал-социалистические, вернее, Дениса, национал-социалистические идеи взяли на вооружение все приемы футуристов, потому что те говорили, все эти были, мне кажется, самые агрессивные, самый авангард модернистского искусства. Потому что они говорили, надо разрушить все до конца, все ерунда, изобразительное искусство нас не интересует, нам интереснее. Кстати, стали появляться всякие новинки, новшества в технике, классные, велосипед, паровоз, автомобиль, это круто, зачем нам нужны ваши терпсихоры и ваши венеры. И они разрушили все. И что может быть лучше этого для коммунистов, которые провозгласили разрушим до основания старый строй. И вот они взяли на вооружение, кстати, у нас это проявилось тоже замечательно в нашей стране. У нас, правда, ничего не осталось от драмы футуристическом кабаре номер 13. Ничего не осталось. Я нашел какой-то странный какой-то фрагмент, через секунду мне стало плохо после его просмотра. А вот, слава богу, Таис сохранилась и дошла до нас. Так вот, опять-таки, здесь несколько работ, они все подписаны, вы сейчас можете все увидеть. вот, значит, это Муссолини архитектонический, самый мой любимый. Притом, мы сейчас исследуем связь художников, которые творили на рубеже 19-20 веков, да, и интересно, что это все потом проросло в кинематограф, вот это, вот это. Это, в принципе, тот же самый гайгер чужой. Просто, мне кажется, внимательно гайгер исследовал все, что было найдено до него и воплотил замечательно у себя. Художники этого Промполини, значит, Северини, вот вам, пожалуйста, крали пике над городом. Две любимые работы бронепоезд, это Северини, мчащийся поезд. Обратите внимание, даже в названиях работ заключено, что интересовало футуристов. Их не интересовало ничего, кроме скорости. Что такое футуризм? Это взгляд и устремление в будущее. Это только их интересовало. Притом, опять-таки, что, кстати, «Голубая танцовщица», замечательная работа, кто знает «Голубых танцовщиц», а это вот «Голубая танцовщица», это северинская же работа. Что еще, мне кажется, идеологом был Маринетти, по-моему, если я не путаю. Маринетти, да. В нашей стране братья Бурлюки, прекрасные, при этом старший брат самый плодовитый был, он вообще был идеологом. Я коснулся фильма «Драма в кабаре номер 13», там снимались все известные наши поэты, там снималась Гончарова, там, что интересно, там Лавренев снимался, и такой тоскливый соцреалистический писатель, который принимал идеи футуризма в то время. Но фильм, к сожалению, не осталось, и наверное, все покажут кусочки Таис. Покажу как раз картины Брагали, если можно переключить на вот этот компьютер. Это у нас картина 1917 года с этими знаменитыми спиралями, какими-то странными, да, искажениями. Здесь нет звука, поэтому мы можем сразу комментировать. Это фильм «Немой», да, это вот версия без звука. Вот эти вот знаменитые такие порталообразные, такие перспективные, какие-то конструкции. Ну, еще, конечно, нужно сказать про поэзию футуризма, да, конечно, в литературе футуризм очень активно процветал, мы, конечно, знаем футуристические опыты Маяковского и не только. Который еще все то же самое еще изображал. Да, да, да. Вот эти вот спирали, да, это очень такой важный образ уже футуризма, отказ от некоего такого линейного взгляда, линейного повествования, и вообще действительно вот это вот А вот устремление, смотрите. Да, да. Выстроенная перспектива арочная вглубь. Вглубь. Футуристам был всегда важен вектор, надо куда-то бежать, мне кажется, куда-то лететь. Причем мне вот интересно, что вот в этой картине все равно есть некая такая грациозность и героини, и вот всех этих элементов декора, хотя сами футуристы говорили, что искусство должно быть еще более радикальным, антиграциозным, вот этот вот мотоцикл гораздо более точно отражает наши современные устремления, нежели там ваша карета или там уж тем более ваши, да, вот эти, что это такое. А еще был замечательный факт, который я вычитал, что Блока обвинили, что он недостаточно революционен, что он только и мечтает, чтобы смотаться и поселиться на даче, на берегу. То есть они были очень и очень революционными людьми, но что интересно, от них ничего не осталось, и опять-таки я просто начну говорить... Причем парадокс, да, действительно, футуристы, сломаем все остальное, а сломались... Ничего не осталось, они сами сломались, и интересный факт, мне кажется, это такое общественное явление, их замечательным образом использовали. Использовали в Италии, Муссолини, не случайно артифектонически Муссолини, потому что они его приветствовали и он всячески поддерживал какое-то время. Но как только власть устоялась, что у нас, кстати, в 17-м году, что в Италии, когда пришли фашисты, очень медленно всех футуристов стали задвигать, что да-да, все хорошо, но нам такое искусство не нужно, и это объяснимо, потому что дальше нам не надо, что нас ломали. И просто всех, мне кажется, аккуратненько закрыли, или перевоспитали. Тот же самый Лавренев, автор «Седьмого спутника», автор 41-го, да, кстати говоря, представляете, человек, который написал в 41-й, и вдруг, я не представляю, какой он был, футурист, но Маяковского хорошо. Вот, и в тот момент получается, что любое искусство, конечно же, используется обществом для своих каких-то конкретных задач и целей. они отслужили, выполнили свою задачу, и им на смену пришло новое искусство. В Италии это было одно после войны, в Италии наступил неореализм, да, в нашей стране это было искусство соцреализма, наверное, да, романтического реализма, их можно было первое время назвать, да, кубанские казаки к чему относятся? Я бы отнесся к соцреализму. К соцреализму все-таки жестко. Ну вот, я хотел еще отозваться на то, что действительно интересно, что все, многие, по крайней мере, модернистские течения, в первую очередь футуризм, они связаны с этим сломом, да, с неустойчивостью, с уничтожением чего-то старого и становлением чего-то нового. И парадоксально, что во многих странах, и уж тем более в Германии, в Италии, в СССР, это меняется в 30-е годы, в конце 20-х, на такой неоклассицистский такой образ, очень устойчивый. В архитектуре, я имею в виду, в самом деле. В архитектуре, я хотел сказать, у нас возник конструктивизм. Мне кажется, конструктивизм правоприемник все того же самого футуризма у нас в архитектуре. И все, что мы получили, это вот результат. Да, и конструктивизм был сменен этим неоклассицизмом, и сегодня бедный конструктивизм, о чем говорят градозащитники, не воспринимается никем, как что-то классическое, как то, что нужно защищать. Это, конечно, удивительно. Ну что, пойдем дальше? Да, пойдем дальше. И да, у нас же есть тайминг, мы чуть-чуть из него выходим. Значит, так как мы исследуем все течения, теперь пришло время, мне кажется, интереснейшего сюрреалистического периода. Что такое сюрреализм? Вот я привел в пример фильм «Клетка», уже сто раз кто здесь присутствует в моих лекциях знает про этот фильм, рекомендую еще раз просмотреть. Некоторые говорят, это же сюрреализм, они говорят, нет, это же экспрессионизм. Вы знаете, чем отличается экспрессионизм от сюрреализма? Все очень просто. Экспрессионизм это мои эмоции и ничего больше. Притом, вспомните Мунка, вы же не видели такого лица, но вам плохо. А в сюрреализме вы смотрите и понимаете там ощущение гражданской войны, вроде все нормальное, рука переходит в ногу, нога переходит в ступню, там даже пальцы видны, ну, например, этого не может быть. Потому что предмет вам знакомый даже, но помещен в какую-то странную обстановку и этого не может быть, потому что сюрреализм это некий сверхреализм, как они сами себя позиционировали. И в клетке это хорошо заметно, потому что в клетке первый кадр, когда Дженнифер Лопес идет по пустыне, и вы видите натуру, грандиозную пустыню, она идет в развивающемся, в белом одеянии, и какая-то коряга проходит, вы понимаете, что эти линии, они все плавные, но сюрреализм, я где-то это видел, но не могу понять, сон это сон, а кадр совершенно другой, когда существо в гневе, оно поднимается со своего трона, натягиваются фалды его халата, которые прикованы к стенам этого пространства, и он, прикладывая усилие, эти штуки начинают отлетать, вот это, мне кажется, уже экспрессионизм, потому что вы не понимаете, этого не может быть, это чистейшая эмоция, вот, сюрреализм, начало сюрреализма, чуть-чуть про живопись, да, наверное, сейчас моя будет презентация, сейчас, 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 я еще два слова скажу, что это очень важное отличие, действительно, экспрессионизма от сюрреализма, если, вот, ваши формулы используются, экспрессионизм, это выплеснутые эмоции, овнешненные, а сюрреализм, это выплеснутое, бессознательное, эмоции еще можно, хоть как-то, да, воспринять рационально, да, осмыслить, отрефлексировать, а это бессознательное, которое вообще в тайнике находится нашей души, и которое именно с помощью сна, ли, да, галлюцинаций, или видений, может быть, овнешнено как-то. Да, значит, сюрреализм, все привыкли ассоциировать сюрреализм с Альвадором Дали, ну, мне кажется, но вот интересное дело с сюрреализмом начался не с Альвадором Дали, а Джорджи Кирико, и значительно, мне кажется, раньше он случился в 13-м году у Кирико, верхние, вот эти три работы, это Джорджи Кирико. В этом ряду присутствует еще одна работа, которая является предпредвестником сюрреализма, это Аделон Ридон, замечательный, мне кажется, символист, но которого можно поставить в одном ряду сюрреалистом, он никогда в жизни себя не считал сюрреалистом, потому что это опять за 20 лет до существования сюрреализма, но вот, мне кажется, этапы развития сюрреализма. То, что я говорил, посмотрите, вам же все это знакомо, вы посмотрите, это галеты, у вас создается ощущение даже как некого предмета, но вы понимаете, нет, вы не можете быть никогда, это сюрреализм, но потрогать вы можете, у Мунка вы не можете, он не тактилен, а сюрреализм, мне кажется, тактилен, но в большинстве работ, кстати, они все разные, они еще и перекрашивались, некоторые какое-то время были сюрреалистами, потом продолжали в другом течении, это очень часто и много, некоторые были экспрессионистами, при этом пришли к сюрреализму. Фужерон, он писал и в неореализме, есть такой стиль в изобразительном искусстве, но еще и писал и в сюрреализме. Так, вот обратите внимание, еще замечательный художник Рене Магрит, значительно позже творивший и работающий, имена Магрита, Хуана Миро, Сальвадора Дали, они как бы увековечили сюрреализм в изобразительном искусстве и опять-таки, что здесь, посмотрите, вот вроде все настоящее, вы можете даже потрогать, есть даже фактура камня, но все облечено в такую форму, что нет, это я во сне вешу. И подводя к кинематографу, я должен сказать, что самый любимый фильм, который не будет сегодня показывать, он показывает другой фильм, но все художники любят этот фильм, мне кажется, «Андалузский пес», я буквально там три дня назад приводил в очередной... Давайте вы сейчас про него расскажете, а я просто поставлю его фоном, если хотите, чтобы мы так сэкономили время. Вот именно там вот какие-то с рукой, с муравьями, но с глазом совсем уж энциклопедически. Вот смотрите с глазом. С глазом, да, вы знаете, что это был бычий глаз, и главное, вот кому я не скажу, он говорит, ужас, и никто не понимает, почему ужас, здесь же стоит 10 светиков, камера, тут все пьют кофе, как в кино бывает, но вам нехорошо. Вы это воспринимаете, вам страшно будет. Вот это колоссальное воздействие на человека. Я что-то сэну интерпретирую, хотя здесь сложно все с интерпретациями, но нам с вами, зрителям, разрезают глаз в первой сцене фильма. Вот луна разрезала нам. Да, потому что нам нужно оптику сменить, зрение сменить старым, классическим зрением. Невозможно это воспринимать. Ничего невозможно. Здесь ничего непонятно просто. Нужно глаза себе разрезать и новые вставить. Это манифест. Это манифест, который, конечно же, как сюрреалисты и как все исты, которых мы сегодня перечисляли, они говорят, старое искусство ушло. Это архаика. Тут несколько важных таких рэперных точек, которые мне очень важны. Когда, сейчас я посмотрю, какая будет история с рукой, возникнет. В самом конце у меня будет, по-моему, рука с муравьями. Да, рука с муравьями. Не могу перематывать. Не надо, не надо перематывать. Сейчас буквально будет. Сейчас ослики будут. Рояли с ослами. Тут очень много знаков. Не случайно она сняла со стены крест. Не случайно Бенуэля, потом анафемия предали. Он же был отлучен. Он же считался не главным врагом Ватикана и католической церкви. Хотя последняя фраза, как гласит легенда Бенуэля, звучила так в интервью по одному из последних верительного бога. «Считайте, что бог существует». Он ответил «Слава богу, я атеист». При этом «Слава богу» первые слова. И вот поди разберись, атеист он или нет. Два слова скажу про эти кадры знаменитые. Сам Бенуэль очень смеялся по поводу этих интерпретаций. Традиционно принято считать, что герой, мужчина, рвется к женщине, чтобы физически быть с нею. Но ему мешает что-то. Устой. С одной стороны, ему мешают эти вот рояли, с дохлыми ослами. Внутри, что является знаком буржуазной культуры. Морали. Да, буржуазной морали, которая как бы такая красивая, элегантная, как рояль, но внутри там мерзость, нечистота. А с другой стороны, вот там эти были монахи католические. Да-да-да. То есть религии, религиозные устои. Сам Бенуэль говорил, что мы с Дали сидели в Фигеросе у Дали дома, и как только нам в голову приходило хоть какое-то рациональное объяснение, какой-то сцены или какого-то кадра, мы это выбрасывали. То есть это именно подключение к бессознательному, к чему-то абсолютно невоспринимаемому рациональному. И я прокомментирую этот кадр, когда зажатая рука дверью, между дверью и дверным косяком. Вот попробуйте, вспомните свои ощущения, когда вы прищемили палец. Что происходит? У вас немеет рука, правильно? Замечательное ощущение. Как вот задача. Ну-ка передай, как твоя рука немеет. Лучше не придумать. Муравьи у вас такие же ощущения будут. Вам будет неприятно, они еще и кусаются. При этом ни пчелы, ни мухи, ни комары, именно муравьи. Это опять-таки передача чего-то бессознательного, и это воздействует не через ум, а через спинной мозг. Это делали блестящие сериалисты. И мы сейчас коснемся там многих фильмов и там «Священника Раковина», но когда мы говорим про сюрреализм, невозможно не отметить Монрея, его фотографии. Потрясающий режиссер, художник и фотограф. Кстати, я убежден, что если человек художник, он может найти проявление во многих, во многих... Да, да, я вижу, что мы... Так вот, Монрея, отметим, без Монрея нельзя в сюрреализме обойтись без... Жермен Дюлак, кстати, Жермен Дюлак уже сегодня была упомянута как киноимпрессионистка. Я вам говорил, что перекрашивались многие, переходили, и это нормально. Они выражались в разных стилях. Но по поводу Дюлак там есть интересная вещь. Если я тоже включу для экономии без звука фрагмент, вообще-то там был целый скандал, когда вышла «Раковинный священник» Буниэль и Дали были вообще в ужасе от выхода этого фильма, потому что сценарий писал Антонен Арто, они с ним поругались. Арто критиковал Буниэль и Дали, там тоже были свои внутренние разборки, и он считал, что нужно найти баланс между рациональным и бессознательным, ваше бесконечное бессознательное никому не интересно. К моменту выхода фильма они уже помирились с Арто, когда уже прямо уже премьера была назначена, и весь свой гнев, всю свою ярость набросили на бедную дюлак, им показалось, что она, говоря языком современным, троллит сюрреалистов и фрейдистов, она как бы шутит и пародирует. Она импрессионистка, залезла в наш лагерь, и фактически слишком выпукло все это сделала. Вот мы видим здесь, как некую раковину, такую огромную раковину пытается опустошить священник молодой, он выливает из нее жидкость в сосуды, сосуды бросает, но при этом жидкость в раковине не не секает, ее меньше не становится. Что, опять же, было принято всегда интерпретировать как некие неудовлетворенные желания. Ты пытаешься их с помощью веры истовой как-то утолить, сублимировать, но, тем не менее, это твое сексуальное желание, ты молодой человек, священник, оно остается с тобой всегда, что бы ты ни поделал. Но, опять же, Дюлак тоже иронично относилась к этим всем интерпретациям. И тут много интерпретаций, что означает эта фигура как бы генерала дефис отца, насколько здесь важен Эдипов комплекс, ну и так далее. Аллегории и метафоры вообще, сюрреализм любят. Тут буквально ничего нельзя воспринять, да, буквально, физически. Если перед нами сексуальное желание, то куда его уносит этот человек, это не раковина с водой, то почему, кто украл это сексуальное желание, что он с ним делает, почему отец изымает у героя сексуальное желание, пытается ли он его себе присвоить или разрушить. Давайте посмотрим. Сейчас здесь будет замечательный такой, ну, как я называю его, танец с саблями, да, здесь сабля будет вообще восприниматься, у нас здесь нет школьников, я надеюсь, фрейдистки, немножко фрейдистки, как образ чего-то другого, как фаллический образ, простите, скажу прямо, языком фрейдизма, и здесь буквально эдипов комплекс, как страх некой кастрации, страх наказания, видите, он уничтожает это мужское сексуальное желание вот в этой метафорике, в этой интерпретации их несколько, их множество. В то же время эти аллегории позволяют остаться в рамках культурного повествования, не выходя за нормы морали и этики. вот здесь уже отрывается буквально вот это лезвие от рукоятки и превращается в нечто иное. Да, и мы, конечно, все не сумеем затронуть все измы, но затронем, наверное, важное, потому что у нас на нашем заявленном событии была показана картина Пикассо «Дама с веером». Мы как бы вот все шли, 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 сейчас пришли к даме с веером. Можно сейчас открыть мой компьютер? Так, сейчас. Так. Прекрасно. Картина из коллекции Пушкинского музея. Да, кстати говоря, коллекция же до сих пор работает экспозиция, да, до сих пор же работает. и много было сделано. Кстати, эта работа была оживлена нами, студентами нашей школы, блестящей, одна из лучших работ. Это кубизм. Теперь, смотрите, кубизм вообще делится на три, но не буду так подробно рассказывать, три важных этапа кубизма. Ранний кубизм, он называется там, сезановский кубизм, средний кубизм и поздний кубизм это Жоржа Брака и Пикассо. Притом, и Жоржа Брака, и Пикассо считаются родоначальниками кубизма, хотя Пикассо, мне кажется, отметился. И в импрессионизме его ранние работы там есть. Пикассо можно причислить и к фавизму, которого мы не успели коснуться, а это и Дерен, это и Матис, это ряд художников, которые попали под влияние этники и путешествия по Африке, привезли оттуда эти ощущения, и Дерен это в своей картине «Суббота», хотя бы отметим, замечательным образом это отразил. Это заметно в работах Анри Матисса. Это все модерн, понимаете, да? Но что, мне кажется, было в кубизме, и почему, вообще, чтобы понимали, многие модерн ассоциируют именно с бесформенным каким-то кубистическим искусством. Вот какая интересная штука. Я говорю, да, это же модерн. Мне говорят, ничего не понятно, хотя фигуративная живопись, фигуративный рисунок был и в модернистских различных других течениях, но вот кубизм сильнее всех ассоциируется. Что, мне кажется, здесь есть от фавизма, это, кстати, ранний кубизм, потому что вот сейчас вы увидите, вот авиньонские девы, это уже, мне кажется, полноценный проявление автора, и, кстати, две работы наверху, это работы Жоржа Брака, да, но я просто хочу показать их получше, вот они, работа, Жорж Брак, даму с мандолиной, женщина с мандолиной, и Пикассо, авиньонские девы. С этого начался у нас как бы кубизм, кубизм был проявлен в кинематографе, вот ярко выражено. Я бы сказал, что кубизм это вообще кино, самое настоящее, потому что одна из особенностей аналитического кубизма это мультиперспектива, когда мы смотрим на эти вот скрипки знаменитые, вот из коллекции Пушкинского музея, скрипки Пикассо, я помню, когда я впервые увидел, я ошалел, что это просто фильм, картина превратилась в фильм, потому что почему важен, почему эти скрипки так искажены, потому что они с нескольких ракурсов нам показаны, одновременно на одной плоскости совмещено изображение этих же несчастных скрипочек или там одной скрипки с нескольких ракурсов, это кино, это монтаж, понимаете, самый настоящий. Я бы сказал, что кубизм отозвался в таком течении, как чистое кино, во французском таком движении авангард во второй половине 20-х годов, чистое кино. Обычно его связывают с дадаизмом, но здесь очень да, кстати, еще дадаизм мы не коснулись. Здесь, конечно, близкие вещи. Я вам сейчас хочу показать ту самую беспредметность этого чистого кино. Ну вот давайте посмотрим. А пока Север ищет, я покажу вам вот дадаизм. Вам, пожалуйста, работы Арпа. А вот давайте я прямо это покажу очень-очень коротко. Например, кусочек из фильма «Механический балет». Да, еще Фернан Веже с механическим балетом. Да, если можно включить этот компьютер. Можно переключить. Здесь вообще это вот то самое кино, которое пытается исказить традиционный взгляд и в этом смысле точка схода дадаизма и кубизма в отказе от автоматического восприятия. Вот это кино, Фернан Леже много про это писал, что нужно сломать автоматическое скольжение взглядом, поэтому перевернутое изображение, поэтому многократно повторенное изображение, поэтому скачущие какие-то бессвязные элементы в кадре, которые должны заставить нас вот просто изменить, убить в себе автоматический взгляд. Собственно, в самом автоматизме взгляда нет ничего страшного. каждую секунду разглядывать вот этот, я не знаю, глаз камеры я не могу, но я буду каждую секунду что-то разглядывать, я должен отвернуться и пойти по своим делам когда-нибудь, но идя по своим делам все время только, я не вижу мира, просто не вижу его, я скольжу взглядом, я вот эту треногу соотношу под камерой с миллионом виденных мною треног, как бы ставлю эту треногу в каталог образов в моей голове и отворачиваюсь от нее, но она прекрасная, да, там три прекрасных черных ноги, еще и средняя недонога, там та какая-то между ними такая четвертая, потрясающая совершенно, вот я не смотрю на мир, и вот это вообще авангардное искусство и чистое кино, очищенное от сюжета, от этих нарративных подробностей, оно должно помочь нам разглядеть мир, в этом смысле очень много такой прямо терапевтической функции искусства, оно странное, оно непонятное, оно будоражит нас, раздражать может, но у него очень такая большая терапевтическая функция, в этом смысле чистое кино очень близко к кубистическому взгляду, я имею в виду именно аналитический кубизм, который также вот раскладывает изображение на множество частей, тоже обновляя, обнуляя и обновляя наш взгляд на него, и того же заодно, извините, покажу, пока заодно уже покажу опус номер один Вальтера Рутмана, это вот как раз чистый дадаизм в кинематографе, чистая беспредметность, это вот беспредметное кино, которое сродни абстрактной живописи, абстракционизм в кино, абстрактное кино, сегодня бы это назвали видеоартом, наверное, контемпори-арт, что-то такое с практиками современного искусства связанное, тогда это называлось кинематографом, чистым кино, вообще очищенным от каких-то сюжетных подробностей. Адис, простите, я вас прервал на самом интересном месте. На самом деле, может, тайминг, осталось пять минут до завершения нашего мероприятия прекрасного. Хочется обобщить, и у меня следующее обобщение, мне кажется, кинематограф сам по себе модернистское явление, это же новшество, оно пришло как новый вид искусства, впитало в себя все, что было, при том, она говорит, все, все ерунда, я разрушаю, все буду по-новому трактовать, использовала все инструменты, всех течений, всех направлений, то есть кинематограф, это сам по себе модерн. Это четвертое значение, мы сегодня три исследовали, мне кажется, кинематограф, это модерн. что важно, получается, все эти течения, любой кинематографист должен знать, любой кинематографист должен анализировать, но тут очень важный момент, если скажут, сейчас я попробую, научусь, и стану кинематографистом, но мы перечисляем себя кинематографистом, в первую очередь, а потом, наверное, к художникам, с большой буквы. Любой кинематографист работает не умом, он работает изнутри, он работает экспрессией своей, но, чтобы он мог работать, я вот закончу, он воспринимает впечатление, это и есть импрессионизм, пропускает импрессионизм через себя, импрессионизм становится экспрессионизмом, когда он исторгает нечто изнутри. Когда он исторгает нечто изнутри, это должно быть парадоксальным, чтобы зритель просто обалдел от увиденного, а это, на самом деле, чтобы вы понимали, это сюрреализм. Сюрреализм парадоксальность мышления, он это исповедует. Это третье, что должен знать любой кинематографист. Когда он это изображает, когда он что-то повествует на экране, должно быть сделано очень и очень убедительно. И мы говорили о многих измах, но мы не проговорили про неореализм, что это должно быть сделано так, то, что мы близко уже подошли. Если мы исследуем треногу, взгляд отсюда на треногу, когда она станет героем, это будет неореализм. И пятое, что, наверное, важно, что любой кинематографист должен быть устремлен в будущее, а это футуризм, без этого не обойтись, пять основных. И футуризм очень важен для кинематографиста, он должен видеть это будущее, опираясь на весь свой опыт прошлого, чтобы можно было воздействовать на коды людей. То есть кино это модернистское нечто, новое явление, кинематографисты используют все приемы всех течений, и можно было бы и дальше продолжать, но мы не коснулись дадаизма, мы не коснулись особенно фавизма, отдельно мы модерна, мы даже не касались арт-ну-во, и этих моментов, то есть всех измов, как красиво Всеволод сказал, но тем не менее мы попытались охватить в целом, попытаться связать изобразительное искусство и кинематограф, не знаю, как это нам удалось, сейчас Всеволод еще подведет свой итог. Я думаю, что это, конечно, неисчерпаемая тема, потому что модернизм это такое вот рамочное понятие, такое зонтичное, там много всяких измов действительно внутри, но все-таки основные базовые, мы, я считаю, проговорили именно в контексте кинематографа, уж извините, в живописи нет, может быть, но в кино точно самые базовые измы проговорили. И в этом смысле важно, что все основные измы вроде бы на уровне манифестационных каких-то вещей сходят на нет на рубеже 20-30-х годов, потому что дальше начинается эпоха большого стиля 30-х, да, 40-х, что потом как раз сметет неореалистическая революция, но, безусловно, наследие этих измов сегодня живо, и прав совершенно Одис, что сегодняшнее кино, конечно, впитало в себя это все, сегодня оно и эклектично, и там очень сильен диалог с множеством этих направлений, произведений, в этом смысле, я считаю, я постоянно говорю, что история кино не какая-то академическая сухая дисциплина, если вы хотите делать кино, вы обязаны изучить ее историю, потому что, или осмыслять кино как аналитик, вы обязаны знать историю кино, потому что этот диалог, иначе вы просто не прочитаете, не увидите, не почувствуете его, вот, это практически совершенно дисциплина, и вот все это, возьмем Линча, возьмем, я не знаю, сериал Чернобыль, возьмем, я не знаю, что, Тарантино, это все там есть, да, все эти вот измы ведут к, конечно же, может быть, в более усложненном, искаженном ключе, но ведут к современному кино, и, собственно, без понимания этого наследия, да, кино не будет, ну, ясно, что ли, до конца, это, может быть, чуть снобистки звучит, но, тем не менее, ключи все вот там, особенно к изобразительному решению, особенно к этой связке изображений и психологизма, потому что кино, конечно, помогает нам понять персонажа через сюжет, через события, через поступки, но оно в еще большей степени помогает нам понять через строение кадра. Вот мы с художниками второго года обучения с Адисом придумали занятие по драматургии, говорили с ними, я прекрасно понимаю, точнее, я не понимаю, о чем мы говорим, потому что мы говорим о смеси живописи, скульптуры, графики, кино, психологии, социологии, мы говорим про бог знает что, потому что это все про одно и то же. Понимаете, вот этот, вот этот синтетизм кинематографа, он связан со всем этим, еще раз скажу, что все, о чем мы сейчас говорили, это не какое-то локальное явление 20-х годов, вот кончились 20-е, и ну вот можно закрыть папочку, нет, они дали много питательных каких-то вот этих корешков для кино будущего, и мы можем называть конкретные прямо титульные, значит, страницы фильмов, режиссеров, но есть ли в этом смысл, потому что все ведет ко всему, правда, огромное влияние всего этого, это не какое-то сухое, никому не нужное старье. Покрытые пылью. А? Покрытые пылью. Да, нет, вовсе нет. Это очень реальная сегодняшняя, мне кажется, наука, просто истоки которой все заложены на рубеже 19-го века. Парадокс в том, что современный кинематографист, он может даже и не подозревать, что он мыслит модернистски, мыслит сюрреалистически или футуристически, но он так мыслит. Это способ мышления или даже точнее способ видения мира. Форма существования в кадре. Форма существования, да, это именно так, поэтому модернизм с нами, модернизм живее всех живых, вот я бы закончил на этом тезисе, потому что модернизм, он вот напитал энергией все дальнейшие десятилетия, и он с нами, его пульсация ощутима в каждом кадре, который вы смотрите сегодня, в каждом втором уж кадре точно. вот так. Большое спасибо. Может, у кого-то есть вопросы, вы можете их задать нашим спикерам. Сева, здравствуйте. У меня к вам вопрос по поводу последних двух картин. Не могли бы вы сказать, что это? Если можно, чуть-чуть погромче, я старенький глухой, не слышу ничего. Последние, по-моему, две картины, первая, где такие, как полотна, перелистывались, вот эти зеленые, и последняя, где комбинированная съемка была. Что это за фильмы? Да. Рассказываю. Значит, вот эти вот странные фигуры, без, ну, абстрактные, это картина великого немецкого режиссера Вальтера Руттмана. Вальтер Руттман. Опас номер один. У него опас один, опас два, это двадцать первый, если я не ошибаюсь, год, где вот такая чистая абстракция. Конечно, там можно разглядеть имитацию сюжетики. Мы там часто со сценаристами пытаемся найти какие-то опорные точки. Причем, как вы понимаете, это, значит, немое кино. Это вообще уже смесь кино и анимации. Удивительное совершенно произведение. Руттман затем станет величайшим документалистом и сделает, то есть он придет к реальности, к ее исследованию, сделает великую картину «Берлин. Симфония Большого Города». Но это вот опыты дадаистские. И потом я вам показывал картину, которая, это тоже интересная вещь, которая считается едва ли не манифестом дадаизма в кино, чистого кино или дадаизма, «Антракт» Рене Клера. Рене Клера вообще не делал, это его первый фильм в кино, он еще был актером и снимался даже у Протазанова, который тогда был в эмиграции, потом вернулся в Москву. Но когда был он в Европе, Рене Клера снимался у него. Рене Клера потом делает совсем другое кино. И даже есть такая гипотеза, что «Антракт» – это шутка, пародия. Вот как обвиняли Жермен Дюлак в «Раковине священники», что она как бы троллит сюрреалистов, так и Рене Клера молодой мог потроллить в кавычках дадаистов. Парадокс в том, что и «Раковинный священник» стала просто классикой сюрреализма, а уж «Антракт», если это так, если действительно, а я склоняюсь к этой точке зрения, если это фильм-шутка, фильм-пародия, такая классная пародия, что она стала восприниматься как манифест. Один из важнейших манифестов направления. Спасибо. Комбинированная съемка. Комбинированная съемка. Первый фильм, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду, там, где кораблик, там, где... Это «Антрактор» и «Неклера». Первый – это «Опус» номер 1. Вот там, где странные фигуры такие каплеобразные, или лепесткообразные. Это «Опус» номер 1 Рутман. Это немецкий режиссер. А второй вот там, где комбинированная, ну это не комбинированная съемка, все-таки это правильно называть мультиэкспозиция, множественная экспозиция. это Рене Клер и его фильм «Антракт». Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое. Вот такой вопрос я вот буквально на днях в «Гаражскрин» была ретерспектива американского ангардиста Брюса Коннора. Он не был режиссером представщиком, он был режиссером монтажа. И вот там постоянно были повторы вот этих кадров под музыку. И вот такой вот особенный монтаж. Мне интересно, это тоже влияние кубизма или абсолютно независимый протестный дух в этом подходе? Спасибо большое за вопрос. Я очень люблю Брюса Коннора. Я помню этот сеанс, я его смотрел. Вот эту программу фильмов Коннора еще в «Иллюзионе» в рамках фестиваля экспериментального кино. У нас был первый показ в Москве. Очень люблю картину «Мэрилин» пять раз. Я думаю, что с этими повторами вы ее в первую очередь имеете в виду. Все-таки Коннор намного более позднее явление. Но если мы вспомним это время, это 60-70-е годы, то это время так называемого неомодернизма. Антониони – неомодернист. Висконти – неомодернист в кино. Коннор даже не столько неомодернист, сколько неоавангардист, потому что в это время все это возвращается. Связь прямая. И, конечно, здесь понятно, что Коннор, например, в «Мэрилин» пять раз он пытается отрефлексировать. Это уже 73-й год. Он взял чужой фильм, много раз его перемонтировал сложным образом, отрефлексировать эпоху табу на сексуальность в кинематографе. Там другие уже задачи идут, потому что была тотальная свобода в 20-х годах. А 40-е, 50-е, 30-е – это время тотальной несвободы. В разных странах так получилось физически. То есть так вышло. И как раз эта свобода возвращается вместе с сексуальной революцией, с майской революцией, с протестами, с надежными бунтами 60-х и с эстетическими открытиями в это время. Поэтому связи прямые. Другие задачи, другие все-таки приемы неровно те же самые. Но, конечно, связь прямая, безусловно. Большое спасибо.